В 2021 году мир за замиранием сердца наблюдал, как Китай, известный своими масштабными и амбициозными проектами, приступил к строительству сооружения, которое без преувеличения способно изменить не только облик отдельной провинции, но и само представление о возможностях человеческой инженерной мысли. Речь идёт о масте, возводимом в сердце горной провинции Гуйчжоу, провинции, где рельеф диктует условия жизни и открывает невероятные перспективы. Мост, который взмывает в небеса на высоту свыше 600 метров, используя для своего строительства миллионы тонн бетона, становится символом покорения стихии, преодоления трудностей и стремления к прогрессу. Чтобы понять масштаб и значение этого проекта, необходимо окунуться в географию и историю Гуйчжоу. Эта провинция, расположенная на юго-западе Китая, настоящая горная страна. Более 90 до косарями процентов её территории составляют горы и холмы. Средняя высота над уровнем моря составляет внушительные 1100 метров, а самые высокие вершины достигают почти 3000 метров. Гуйчжоу — это не просто горы, это царство удивительных природных образований, в том числе и пирамид, сформировавшихся более 200 миллионов лет назад. В этой суровой, но живописной местности скрыт огромный потенциал. Гуйчжоу обладает значительным гидроэнергетическим ресурсом. Здесь протекает 984 реки с общим объёмом стока более 114 миллиардов кубометров. Потенциал гидроэнергии оценивается в 18 сессии 745 миллионов киловатт, что ставит провинцию на шестое место в Китае по этому показателю. Уже сейчас в Гуйчжоу функционирует множество гидроэлектростанций, в том числе и впечатляющие ГЭС ГУПИТАН, которые вносят существенный вклад в энергоснабжение страны. Но горы — это не только природная красота и энергетические ресурсы, они — вызов для экономического развития. Несмотря на благоприятный климат, идеально подходящий для сельского хозяйства, горный рельеф долгое время был серьёзным препятствием для транспортной инфраструктуры и, как следствие, экономического роста. В 2023 году располагаемый доход на душу населения в Гуйчжоу составлял 27,7 ме 980 юаней. ВВП провинции в том же году достиг 296 миллиардов долларов, что ставит её на 22-е место среди 31 провинций Китая. Эти показатели свидетельствуют о поступательном развитии региона, но по-прежнему отстают от более развитых провинций страны. Проблемы с перемещением, обусловленные сложным рельефом, всегда были серьёзным вызовом для жителей Гуйчжоу. Население провинции составляет около 30 сивось пулуарины миллионов человек. Это сопоставимо с населением таких стран, как Канада, Польша, Малайзия или Марокко. Жизненные истории, подобные истории жителя Хаюаня, наглядно демонстрируют, насколько сложным и долгим был путь, чтобы добраться до ближайшего города или получить доступ к базовым услугам. Но перемены уже на пороге. Появление новых дорог, мостов и туннелей меняет жизнь местных жителей к лучшему, упрощая транспорт, открывая новые возможности для торговли и, как следствие, увеличивая доходы населения. Именно в этом контексте следует рассматривать строительство моста через ущелье Хуазян, один из самых амбициозных и впечатляющих проектов в истории Китая. Его строительство началось в 2021 году и потребовало мобилизации колоссальных ресурсов, применения передовых технологий и преодоления множества технических сложностей. Высота конструкции составляет 625 метров. Это новый мировой рекорд. Длина моста — 280 метров. Он будет состоять из более чем 20 пролётов, каждый из которых достигает 40 метров в длину. Представьте себе, в одном месте вы переходите ущелье, а в другом будто взлетаете в облака. Строительство такого масштаба — это гигантский вызов. Высота, неровные склоны, сейсмическая активность, сложные погодные условия — всё это создавало дополнительные трудности и требовало нестандартных инженерных решений. Геологические процессы, происходящие в провинции, также представляют собой постоянный риск, требующий тщательного мониторинга и принятия мер предосторожности. Строительство моста — это сложный и многоступенчатый процесс, требующий высочайшей точности и координации. Подготовка площадки Первым этапом стала подготовка строительной площадки, расчистка территории, строительство подъездных дорог, создание инфраструктуры для рабочих и техники. Возведение опор Затем началось возведение опор моста, что стало одним из самых сложных этапов работы, учитывая высоту и рельеф местности. Были использованы современные методы бетонирования и строительства, чтобы обеспечить максимальную прочность и устойчивость конструкций. Монтаж ферм После возведения опор началась установка стальных ферм, образующих основную конструкцию моста. Это требовало точной стыковки элементов на огромной высоте. Установка панелей Следующим шагом станет установка панелей проезжей части, которая обеспечит поверхность для движения транспорта. Дорожное покрытие и инфраструктура Завершающим этапом станет укладка дорожного покрытия, установка ограждений, система освещения и других элементов инфраструктуры, обеспечивающих безопасность и комфорт для пользователей моста. В 2024 году Китай объявил об успешном завершении установки последней секции фермы весом 215 тонн. К настоящему моменту проект завершен примерно на 80%. Осталось установить сегменты панелей, провести отделочные работы и подготовить мост к открытию. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2025 года. Этот мост не просто транспортная артерия. Он — символ инженерного гения Китая, его способности воплощать в жизнь самые смелые проекты. Мост через ущелье Хуадзян — это больше, чем просто инженерное сооружение. Он станет катализатором экономических и социальных изменений в Гуйчжоу. Улучшение инфраструктуры и экономических связей. Мост значительно улучшит транспортную доступность, соединив различные регионы провинции и открыв новые возможности для торговли и инвестиций. Сокращение времени на дорогу. Поездка через ущелье, которое раньше занимало часы, теперь займет всего несколько минут. Это сэкономит время и ресурсы для жителей и предприятий. Снижение уровня бедности. Улучшение инфраструктуры и доступ к новым рынкам снизят уровень бедности в регионе, создавая новые возможности для трудоустройства и предпринимательства. Привлечение туристов. Мост станет новой достопримечательностью, привлекая туристов со всего мира. Развитие туризма. Увеличение туристического потока приведет к созданию новых рабочих мест в сфере услуг, гостиничного бизнеса и развлечений. Понимание туристического потенциала – ключевой фактор в проекте. В 2023 году Гуйчжоу посетили 1,3 миллиона туристов, а в 2024 году рост этого показателя составил 11%. Строительство моста – это не только про дорогу, но и про создание новых туристических направлений. Новая достопримечательность. Мост сам по себе станет объектом притяжения для туристов, желающих увидеть инженерное чудо и насладиться захватывающими видами. Развитие туристической инфраструктуры. Вокруг моста будет создана развитая туристическая инфраструктура, включающая отели, рестораны, смотровые площадки и развлекательные центры. Зона обслуживания Юнду. Планируется создание зоны обслуживания Юнду, которая объединит природную красоту и современные возможности для отдыха. Здесь будут построены современные отели, экскурсионные центры и спортивные аттракционы. Экстремальные развлечения. Для любителей острых ощущений будут предложены скальные маршруты, горные спуски и зиплайны. Планируется организация самого высокого в мире прыжка с банджи с высоты 616 метров. Футуристический туристический центр. Здесь появится туристический центр в футуристическом стиле, предлагающий посетителям уникальный опыт и комфортабельные частные бунгало для проживания. Гуйчжоу — это провинция, где мосты — не просто необходимость, а настоящее искусство. Здесь построено более 30 тысяч мостов, а около половины из 100 самых высоких мостов мира находятся именно в Гуйчжоу. Строительство моста через ущелье Хуазян — это не просто завершение одного проекта, это начало новой эры для Гуйчжоу, его жителей и всей страны. Новые возможности для бизнеса. Мост откроет новые возможности для развития бизнеса и торговли, упростив доступ к рынкам и снизив транспортные расходы. Повышение уровня жизни. Улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест и увеличение доходов населения приведут к повышению уровня жизни в провинции. Приток инвестиций. Мост сделает Гуйчжоу более привлекательным для инвестиций, способствуя экономическому росту и развитию. Укрепление международного имиджа Китая. Масштабный и инновационный проект, подобный мосту через ущелье Хуазян, укрепит международный имидж Китая как страны, способной реализовывать самые амбициозные проекты. Влияние на окружающую среду. Как и любой масштабный строительный проект, мост окажет влияние на окружающую среду. Важно проводить экологический мониторинг и принимать меры по минимизации негативного воздействия на природу. Культурное наследие. Строительство моста повлияет на культурное наследие региона. Необходимо учитывать интересы местных жителей и сохранять их традиции и обычаи. Мост через ущелье Хуазян — это не просто мост. Это символ смелости, целеустремлённости и инженерного мастерства Китая. Это свидетельство того, что человек способен преодолеть любые препятствия и покорить даже самые суровые стихии. Это история о том, как современные технологии, объединённые с человеческим трудом, способны изменить мир. Строительство этого моста — это не только изменение ландшафта Гуйчжоу, это изменение всего мира. Китай, возводя этот мост, демонстрирует свою силу и готовность к новым вызовам. Он строит не только мосты, но и будущее. Будущее, в котором нет ничего невозможного. И этот бетонный гигант, возвышающийся над ущельем Хуазян, останется вечным напоминанием о триумфе человеческого духа и безграничных возможностях инженерной мысли. Он — мост, который соединяет не только берега, но и эпохи, становясь свидетельством того, как один строительный проект может перевернуть мир. Субтитры создавал DimaTorzok